Как подобрать платье по фигуре? Платье – это самый женственный элемент гардероба. Это не значит, что носить его можно только особом с осиной талией. Для любого типа фигуры можно подобрать подходящее по фасону платье. Например, если ваш тип фигуры – груша, объемные бедра, узкие плечи, скромная грудь, нужно подобать платье, которое сделает акцент на верхней половине вашего тела. Это может быть фасон с лифом, украшенным контрастным принтом, кружевом или стразами. Низ должен быть темным или черным, в то время как верх – ярким и броским спортивная фигура с широкими плечами, пышным бюстом и узкими бедрами называется «треугольник». Чтобы выгодно подчеркнуть ее достоинство, нужно подобрать платье с облегающим лифом и расклешанным подолом. Нижняя часть может быть украшена рюшами или драпировкой, если Бог наградил вас объемным бюстом и бедрами, то дело за осиной талией. Похудеть пока не удается, значит, ваш тип фигуры – прямоугольник. Вам подойдет любое платье, украшенное широким поясом или ремнем. Есть платье с геометрическим рисунком, зауживающим талию. Например, темные полосы по бокам наряда скроют объем в этой области. Как подобрать платье полным девушкам? Есть несколько фасонов, которые нельзя выбирать полным девушкам. Платье с рукавами, фонариками, объемными плечиками, американской роймой – всем этим и будем наслаждаться, когда похудеем. А пока лучше подобрать что-то другое. Материал платья должен быть эластичным. Но если он сильно облегает вашу фигуру, он тоже попадает в черный список. Это же касается прозрачной или просвечивающей ткани. Если сквозь нее видно складки тела, отдайте предпочтение платью с V-образной горловиной. Но не переборщите с глубиной выреза. Это может смотреться вульгарно. Дополните модель широким ремнем. Но избегайте цветовой границы в области проблемных мест, например, черный низ, белый верх. Она только привлечит туда внимание, какое платье поможет скрыть живот. Чтобы скрыть округлость в области талии, нужно правильно подобрать фасон платья. Вот несколько вариантов. Платье с нестандартной талией. Главное, чтобы поперечная полоска, разделяющая лифт и юбку, не проходила по проблемной зоне. Это может быть платье в стиле «бебидол», у которого подол начинается сразу из-под груди. Таким же эффектом обладают платья с заниженной талией и свободным верхом. Последний вариант должен быть выполнен из легкой ткани, например, шифона. Он больше подходит для лето-двухслойной платьи. Идеально, если внутренняя часть будет выполнена из атласа, а верхняя – из гипюра или кружева платья асилуэта. Еще его называют трапецией. Желательно, чтобы ткань была легкой и собиралась в проблемных областях в виде драпировки. Единственное, но часто такой фасон дополняют американской проймой. Следите, чтобы в выбранном вами варианте ее не было асимметричный фасон. При этом детали, составляющие асимметрию, должны находиться в области талии. Это может быть еще один слой ткани, объемные банты или оборки, идущие по диагонали платья и футляр с геометрическим вертикальным узором. Этот фасон способен скрыть недостатки почти любой фигуры. Кроме того, у него есть ключевая особенность – оно шьется из цельного отреза и не имеет шва на линии талии. Темный узор и по бокам и светлый фон в центре сделает фигуру визуально стройнее платья с запахом. Подходит только для лета. Следите, чтобы драпировка приходилась на проблемные зоны. Иначе под легкой тканью летнего платья могут проступить ненужные округлости платья сафари. Обычно оно имеет рубашечный вид. Часто крой его прямой, без акцента на талии. Традиционно этот фасон дополняют милитаризованные элементы погоны, металлические пуговицы, накладные карманы. Следите, чтобы они не сделали образ в слишком мужеподобном платье силуэта – летучая мышь. Особенности кроя рукава создают множество складок, которые помогают скрыть дефекты фигуры. Как подобрать вырез платья? Идеальный вырез горловины для платья, который скрывает дефекты талии – это выобразный вариант. Он визуально увеличивает объем груди и отвлекает внимание от недостатков. Можно использовать вариант с запахом. Американская пройма запрещена из-за того, что делает плечи могучими и добавляет всей фигуре тяжеловесности. Но ее противоположность – квадратная горловина – создаст обратный эффект. Поэтому платья с таким фасоном входят в список рекомендованных. Как подобрать цвет платья? Светлые тона визуально утяжелят фигуру. Но это не значит, что полным нужно упаковываться во все черное. Темный цвет сделает вас стройнее. Но этот же эффект окажет и коричневый, фиолетовый, синий. Вообще, вы можете выбирать практически любые цвета, главное, чтобы оттенок был глухим и насыщенным. Если вам не терпится облечься в светлую одежду, то скрыть недостатки фигуры помогут принты и узоры. Это может быть тонкий неброский рисунок, имеющий вертикальное направление или мелкий горох. Осторожней с полосками. Традиционно считается, что вертикальная полоска стройнит, в то время как горизонтальная привлекает внимание к проблемной талии. Но представьте, если вертикальная полоска деформируется в местах отложения жира. Это только привлечет ненужное внимание. Как подобрать платье по росту? Как подобрать платье по длине? Длина платья может варьироваться. Это зависит от того, является ли талия вашим единственным проблемным местом. Если у вас полные бедра, то лучше выбрать длину до середины колена. Таким образом, вы подчеркнете красоту стройных ножек, но скроете недостатки. Если за стройные ножки еще предстоит побороться, что лучше выбрать длину ниже колена. Вообще, чем короче платье вы можете себе позволить, тем лучше. При этом откажитесь от вульгарных вариантов. Лишняя длина только придаст вашему образу монументальности. Черное и синее платье – модные цвета платья. Если вы носите платье под верхнюю одежду, то цвет его должен быть более насыщенным. Сейчас в моде черный цвет. Но платье такого цвета нужно обязательно дополнить аксессуаром, отличным от черного. Например, яркая брошь на груди привлечет внимание и к верхней половине наряда. А широкий контрастный пояс поможет скрыть проблемные зоны. Синий цвет сейчас тоже на пике. Его используют как самостоятельно или в составе принтов. В отличие от черного, синее платье смотрится более мягко и менее официально. В моде все оттенки синего. Поэтому, выбирая цвет, обращайте внимание на то, чтобы он гармонировал с оттенком вашей кожи. Какое платье выбрать? Советы и отзывы. Итак, если вы еще не успели привести фигуру в порядок, это не повод отказываться от женственных и красивых вещей. Бесформенные майки и безразмерные джинсы только ухудшат ваш образ. А правильно подобранное платье не только скроет недостатки, но и подчеркнет женственность. Вот несколько советов для тех, кто еще не обновил свой гардероб. Откажитесь от трикотажа крупной вязки. Он растягивается и облегает дефекты фигуры. Не забывайте о корректирующем нижнем белье. Оно творит чудеса. Платье балахон способно скрыть почти все недостатки фигуры. Но если стройные ноги не ваш конек, откажитесь от этого фасона. Лишний блеск подчеркивает лишние объемы. Откажитесь от блестящих тканей. Не льстите себе, покупая платье меньшего размера. Одежда должна сидеть на вас как влитая, иначе дефекты будут только выпирать. Вбирая теплое платье, отдайте предпочтение плотной ткани. Он она не должна быть слишком толстой, ведь у нас на счету каждый миллиметр. Подбирая вечернее платье, рассмотрите варианты с шлейфом. Они зрительно вытягивают фигуру и так выбор платья, способного скрыть все несовершенства фигуры, это целое искусство. Но если правильно учесть все нюансы, то женственность и изящество останутся с вами, несмотря на лишние килограммы. Субтитры создавал DimaTorzok